Сидкий институт 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 И вообще, я говорю о том, чтобы, ну, такую не то чтобы крамольную фразу, для того, чтобы вообще верить результатам анализа, который вы получаете, нужно соблюдать как минимум три принципа. Первый принцип звучит следующим образом, должно быть нормальное оборудование. Второй принцип звучит следующим образом, должна соблюдаться методика. И третий принцип звучит следующим образом, должны быть квалифицированные кадры, которые это все будут делать. Если какого-то из этих моментов не существует, В результате анализа верить, наверное, не приходится. Это тоже важный момент. Теперь справа от меня, слева от вас, есть такое чудное помещение с громким названием лаборатория изучения биологии семян. По большей части, по-простому называется это фитотрон. Изобретение середины прошлого столетия, ничего сверхъестественного в нем нет. Мы это помещение, на данный момент оно утратило для нас актуальность. Мы это помещение будем секвестировать, кто бюджет верстает, понимает о чем. По-простому убирать. Будем его переделывать, будем ставить второй секвенатор, будем расширять спектр генетических анализов, которые мы предоставляем. Кто не был, сейчас как раз можете узнать много нового. Мы здесь проводим два основных анализа. Это, соответственно, самое главное, определение количества действующего вещества с помощью жидкостной хроматографии и второй анализ на пыльность. У нас основные клиенты являются, это производители семян. Такие как КВС, Лимагрейн, Лиде, Мейсадур, Немецкий семенной альянс и так далее. Наверняка слышали о таких компаниях. Поэтому у нас основные культуры, которые поступают к нам в лабораторию, это как раз кукуруза, подсолнечник, рапс, сахарная свекла и так далее. Но мы работаем и с другими сегментами, там холдинги, хозяйство и так далее. Поэтому в достаточном количестве к нам поступают зерновые, сои и так далее. Если немного поподробнее об каждом анализе, давайте начнем про определение ДВ на семенах. Как раз можете посмотреть, вот первый вытяжной шкаф. Здесь у нас проходит процесс экстракции. То есть это смыв семян. В данном случае это наше, скажем так, внутреннее тестовое испытание. Это дрожжированные семена кукурузы, подсолнечника и рапса. Не все лаборатории такое делают, мы подобрали максимально подходящую методику. То есть здесь у нас первое это ультразвуковая ванна, второе это шейкер. В течение часа мы смываем с семян все, что на них находится. После того, как произошел смыв, мы здесь, например, во втором вытяжном шкафе мы фильтруем. То есть мы отделяем семена от полученного экстракта. Там доводим раствор до нужной концентрации и далее все это разливаем по виалам. Виалы выглядят таким образом. Они могут отличаться, могут быть пластиковые, стеклянные, это не важно. То есть вот так выглядит это уже полученный смыв, это вот раствор, семян. В таком виде мы смыв загружаем в хроматограф. Мы пользуемся двумя хроматографами. Первый это Adjilent. Это американский производитель. В России уже сейчас такое не купишь. И вот в самом начале лаборатории стоит это Shimazu. Это немецкий производитель. Мы его буквально два года назад, может быть, приобрели. Используем мы два хроматографа для того, чтобы более оперативно выдавать результаты на разных методиках. Одновременно прокалывать, делать анализ разных семян. Как происходит анализ? Можете подходить сюда поближе. То есть мы в ячейке загружаем как раз-таки наши полученные виалы. Это у нас вот со вчерашнего дня тут остались. То есть загрузили, там вбили последовательность. Прибор достаточно точный. Все здесь автоматически сделано. Здесь погрешность идет плюс-минус 3% у такого прибора. Здесь у нас автосэмплер. То есть механизм сам в заданной последовательности будет прокалывать каждую виалу. Когда хроматограф забрал нужное количество раствора из виалы, раствор пошел вот по таким капиллярам и попадает в хроматографическую колонку. Колонка выглядит таким образом, но они тоже могут отличаться. Все зависит от прибора, от методики, от того, что мы хотим посмотреть и так далее. Хроматографы, они вообще бывают жидкостные и газовые, но мы пользуемся только жидкостными. В этой колонке как раз-таки и происходит разделение на все компоненты. На краски, микроудобрения, ну и соответственно на действующие вещества. Мы смотрим только действующие вещества. Произошло разделение, детектор считал информацию, и мы получаем информацию уже в виде хроматограммы. Чем-то отдаленно похоже на кардиограмму на самом деле. Здесь мы видим пики, время их выхода и их площадь. Чтобы понимать, что это такое, предварительно мы прокалываем аналитические стандарты. Это вот некоторые из примеров. Можете подходить, посмотреть. У нас каждый стандарт подписан. Аналитический стандарт – это действующее вещество в чистом виде. То есть это, допустим, у нас седоксан здесь. Все они твердого вида, такого порошкообразного, белые кристаллы, скажем так. Это вот у нас флодиоксанил. То есть у нас есть стандарты всех действующих веществ, которые входят в состав препаратов сингента. Тибоконозол, дефеноконозол, азоксистрабин, тифутрин, флодиоксанил, тиаметоксам, металлоксил и так далее. Но есть также стандарты совсем немного сторонних компаний. Котианидин, гимексозол, тирам, бета-цифутрин, по-моему, и так далее. Но это уже скорее для наших внутренних опытов. И вот проколов стандарт, мы можем определить, что мы такое здесь видим. Когда вы отправляете образец к нам в лабораторию, мы рекомендуем указывать препарат и используемую дозировку. Если вы этого не указываете, мы можем выдать информацию в таком случае, только какое действующее вещество мы обнаружили и его граммы. Процент мы уже не можем вам сказать, так как для расчетов нам требуется концентрация ДВ в препарате и дозировка, чтобы сказать, вы нанесли 100%, 90% и так далее. И по завершению анализа мы выдаем сертификаты качества. Можете тоже посмотреть, раздать. То есть таким вот образом выглядят сертификаты. Это скорее, конечно, интересно производителям семян, но и холдингам, хозяйствам мы тоже такой выдаем. Здесь мы указываем, какое действующее вещество мы обнаружили. Целевая норма – это сколько ДВ должно быть ровно при 100% обработке. И сколько мы обнаружили, и сколько это в процентах. Также обращаю внимание, что мы выдаем один сертификат на один препарат. То есть если у вас на семенах было два препарата сингентовских, то вы получите на один образец два сертификата вот таких. Нормально, да? Хорошо. Еще раз. Меня зовут Даниил Тимошин. Я специалист по обработке семян нашего Института защиты семян. Я инженер по своему образованию и занимаюсь в основном преимущественно оборудованием. Оборудованием профессиональным, подобным тому, которое вы видите за моей спиной. Где как ни здесь, где как ни в Институте защиты семян, можно увидеть и кимбрию, и петку, соседствующую рядом, и ПСКУ там в уголку, если кто-то мог обратить внимание. Первое, о чем хочется сказать, что здесь, чтобы не было ошибочного представления, вы приехали не на завод сингенты, то есть это не производство. Мы здесь не занимаемся производством. Это помещение служит прежде всего для того, чтобы делать обработки на наши демо-точки, на делянки, поля, там, где мы делаем какие-то тесты, какие-то свои опыты. То есть это все делается здесь, производится здесь, присылается с разных регионов. Семенной материал здесь он обрабатывается и рассылается дальше к регионам. Также здесь какие-то внутренние тесты мы проводим. Ну и, собственно, некоторое обучение по машинам, по оборудованию также проводится здесь. Все машины у нас действующие. Вот, если какие-то вопросы конкретно по машинам, я с удовольствием расскажу более подробно, потому что это мой профиль, моя специализация. А пока давайте у нас небольшой интерактив будет и поговорим немножко об обработке, о том, что этот процесс, на первый взгляд, достаточно простой, многим кажется, но, тем не менее, содержит в себе ряд подводных камней, которые нужно всегда учитывать, чтобы процесс обработки произвести правильно. И, наверное, три ключевых фактора при обработке. Да, это первое, правильный выбор препарата. Второе, правильный выбор машины для обработки семян. И третье, наверное, самое главное, это подготовка персонала, который будет работать на этом оборудовании. Потому что известно, что даже, не знаю, самую крутую машину, да, и в руки дилетанту, скорее всего, ничего хорошего из этого не получится. Вот, поэтому давайте перейдем немножко сюда, ближе, и займемся нашим интерактивом. Проходите, пожалуйста. Вот к этому столу для начала, потом пройдем туда, сюда, обратно вернемся, и расскажу, что у нас здесь имеется. Продолжая тему Гриши, которую он там начал в своей аудитории, о том, что формуляция препарата, отличие там оригинальных препаратов от неоригинальных, и я хочу продемонстрировать отличие формуляции между препаратами с точки зрения обработки. То есть в обработке это тоже есть отличие, и мы это, надеюсь, прочувствуем сейчас, собственно, при обработке. Давайте начнем. Вопрос. Норма расхода рабочего раствора на пшеницу? 10 литров на тон. Самое популярное ответственное стандартное клофейство. 8-10. Почему? Ну, чтобы больше смачивания проходило. Так, окей, хорошо. Сильно лазность. Принимается, хорошо. Лазность это, да. Ну и чтобы не сильно сырая была. А сильно сырая это сколько? Каким этим протравителем травим? 16-17% не больше. 16-17%. Хорошо. Ну, давайте по поводу, почему 10 литров, мы немножко, чуть позже я постараюсь ответить на этот вопрос. А сейчас предлагаю посмотреть, продемонстрировать обработку. Там ничего нет, но сейчас будет, поэтому можно заглянуть. У меня есть 2 килограмма пшеницы, расфасованные по килограмму, и я сейчас погружу один из них в этот барабан. Кстати, какого типа эта машина для обработки семян? Я за нее держусь. Кто знает, кто ответит? Поезд 10. Неверный ответ. Вы сами знаете, что неверный. Какой правильный? А? Центробежный. Центробежный. Последнее время часто слышу центробежный, но почему-то не знаю. Мне кажется, в основном так не говорят, а говорят порционного типа. Наверное, так правильнее, мне кажется. Потому что порционное, потому что можно порцию какую-то одну положить. В машинах поточного типа и типа ПС так сделать нельзя. Поэтому... Не мешало. Ну да, хорошо. Это более близкий аналог. Хорошо. Итак, порционная и масса порции у нас будет в данном случае 1 килограмм. А если у нас масса порции 1 килограмм, и норма расхода рабочего раствора у нас 10 литров на тонну, то сколько нужно на килограмм вылить? 100 миллилитров. Почему 100? Нет, 10. 10. Все правильно. У нас в литре 1000 миллилитров, правильно? А в килограмме 1000 грамм. Так? Так. Итак, напоминаю, мы хотим продемонстрировать разницу в обработке между дженериком и оригиналом. Дженерик... Есть понимание, что такое дженериковый препарат вообще? Это аналог оригинального препарата, созданная фирма. Совершенно верно, да. И вот давайте вот 10 миллилитров у меня в шприце. И, собственно, давайте я произведу эту обработку. Здесь можно снять, будет... А, кстати, можно пока подойти, посмотреть, да, машина порционного типа. Это сейчас что-то, что-то вылипьете. А я не скажу. Давайте мы сейчас посмотрим, а потом решим, что же это было. Видно, что дефлекторы позволяют изменять направление вращения, чтобы семена всеми сторонами обратились в сторону вращающегося диска, на который я буду подавать рабочий раствор. За счет вращения и центробежной силы диск превращает рабочий раствор в мелкодисперсную взвесь, и она наносится на семена. Таким образом происходит обработка, потом происходит процесс домешивания, да, и, собственно, выгрузки. Сейчас я это продемонстрирую. Можно выходить, наверное, снять красиво, да? Ну, снять красиво, наверное, получится только вот так. Примерно в течение 10 секунд мне необходимо сделать этот процесс. И можно наблюдать, как окрашиваются семена. Красивый красный цвет. Необходимо дать немножко времени, чтобы процесс обработки завершился, произошло. Можно услышать, что немножко шум, да, другой стал, да, это говорит о том, что, в принципе, все. И вот давайте посмотрим, у вас будет еще возможность снять еще несколько красивых кадров без пакетика. Ну, давайте посмотрим, что получилось. А у кого какое мнение? Что, какая обработка? Так, а почему? Потому что не красишься. Потому что не красишься. Так. Не пылит. Не пылит. Так. Как хорошо, без каких-либо приборов на глаз можно определять, пылит или не пылит. Ну, хорошо, допустим. Еще мнение. Хорошее, нехорошее, плохо, хорошо. Принимается. На ДВ надо проверить. На ДВ надо проверить. Отличное замечание, да, действительно. По цвету. Так. Ну, давайте. Да, бы, да, что... Вот. Хорошее замечание. Да, действительно так. И посмотрим, что же будет во второй раз. Как бы все в сравнении познается. Давайте посмотрим, что будет. Итак. Есть и второй. Так. Уже какие-то первые мнения, да? Ну, давайте посмотрим. Кто что скажет? Есть ли разница? Если есть, то почему? И где же generic, а где оригинал? Слева от generic, справа оригинал. Слева от вас вот этот generic, да? Вот это оригинал, по вашему мнению. Окей. Давайте мы сохраним интригу. Ну, у каждого есть возможность поставить на тот или иной, скажем так, сделать ваши ставки, господа и дамы. Один и тот же препарат в разных дозировках. Мы узнаем это. А узнаем мы тоже интересный мнение. Один и тот же препарат в разных дозировках, да? Тоже мнение. Ну, собственно, это очень хорошо, когда мы там можем взглядом смотреть и что-то делать, какие-то выводы, да? Но лучше, чем прибор, нам ничего не покажет. А прибор у нас будет Хойбах, который вы видели в химической лаборатории. Тест на пыльность мы сделаем, посмотрим, как хорошо препарат закрепился тот или иной на семенах. Да? Гриша говорил, что задача формуляции, что закреплять действующее вещество на семенах. И вот посмотрим, собственно, где оригинал и где женерик. Пока мы дадим немножко подсохнуть этому материалу, у каждого еще будет возможность поменять свое мнение, если он захочет или остаться при своем. Но мы сделаем определенные выводы после. Хойбах, ну или написано, даст метр. Что такое даст? Кто знает иностранный язык, может перевести, что даст это пыль, да? Соответственно, ну, условно назовем это пыли метр. Чтобы сделать тест, мне необходимо взвесить 100 грамм. Давайте начнем. С какого мы начнем? Вот два варианта. С бледненького. Окей, с бледненького. То есть у каждого еще есть возможность поменять свое мнение и подумать, где дженерик, а где оригинал. Начнем с бледненького по запросам. 100 грамм я сейчас взвешу. В идеале, ну, я сейчас расскажу, как он работает, как все это происходит, что мы при этом получим. Так, получится у меня 100 там. Мы не будем сейчас добиваться какой-то исключительной точности, но потому что визуально все, скорее всего, будет и так понятно. Ну, вот так, думаю, хватит. Итак, 100 грамм одного, бледненького назовем его, мы помещаем вот в этот цилиндр. Цилиндр закрывается крышкой. Крышка у нас фиксируется трехточечной фиксацией. Очень неудобно, но когда приловчишься, ничего, нормально. Значит, цилиндр устанавливается на вал. Так, бутыль вставляется в цилиндр. Бутыль фиксируется, и вы видите два фильтра. Два белых фильтра, как видно, да? Я кладу один из фильтров, фильтр-держатель, и устанавливаю его на вот эту трубочку, ну и, собственно, далее на бутыль. Все, конструкция собрана. Необходимо нажать кнопочку старт. Давайте, поскольку у нас два таких теста, бледненький мы уже сделали, я сейчас, чтобы не терять время, навеску на второй сделаю. А, барабанная дробь, да? Вот это у меня в руках, это вот это. Правильно? Это вон то. Открываем, смотрим, что получилось. Раз. Два. Есть разница? Есть. Есть разница. Ну, конечно, здесь же больше было действующего вещества и вообще всего. Нет, это был абсолютный аналог препарат. Это, я хотел показать разницу в формуляции с точки зрения нанесения. То есть норма расхода препаратов была одинаковая 2 литра на тонну и того, и того. Норма расхода рабочего раствора была 10 литров на тонну и в том и в том случае. Просто вот этот кто-то голосовал, наверное, за, кто-то против. Это был дженериковый препарат. Это был оригинальный препарат. Вы видите, что в дженериком препарате, как я уже говорил, часто не хватает компонентов, которые позволяют удерживаться ДВ на семинар. Соответственно, мы увидели определенную осыпаемость, то, что мы увидим в мешке на дне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!